избиение и унижение дворника инвалида жильцы сняли видео своей эвакуации при пожаре дроп кик парено от парня в ушанке и вор неудачник на комсомольской привет друзья это место происшествия с вами михаил вагин мы собрали для вас лучше видео и новости к этому часу но кому покажется мало милости просим к нам в соцсети у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал на улице павла корчагина у дома 217 неизвестный мужчина избил дворника инвалида по словам местных жителей причиной конфликта стала песко-соляная смесь которую потерпевший вместе с сестрой разбрасывал на пешеходные дорожки видимо песок прилетел и на ботинок с виду нетрезвого жильца дома в социальных сетях жители микрорайона коминтерн уже хотят своими силами наказать хулигана впрочем полиция уже начала проверку уникальные кадры сняли на телефон жильцы общежития на улице воровского загорелась квартира их соседей дым быстро распространился на ближайшее помещение и сотрудники мчс начали эвакуацию людей как это было смотрите в нашем материале чтобы не крякнула за смотками по низу крадусь я по низу крадусь давай давай снимай 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 жильцы квартиры на первом этаже не могут дойти даже до верхней одежды в гардеробные оттуда валит густой и едкий дым судя по этим кадрам загорелась соседняя квартира мужчина и женщина по-быстрому надели вещи и услышали голос спасателя не мы нормально уважаемый нормально я понял мы босиком погодите на один туши уважаемый нормально все нормально все вскоре пожарные поднесли к окну лестницу спасенные молодые люди услышали крики помощи от соседей с пятого этажа пожарные пролили очаг возгорания и через несколько минут соседи по общежитию общались на более отвлеченные темы по данным мчс пострадавших нет причины возгорания устанавливается сергей пичугин место происшествия два человека погибли в авариях на трассе вятка там столкнулись ниссан и мерседес больше информации об этом и других дтп за выходные в нашем обзоре это случилось 3 февраля в 1740 на 323 километре дороги вятка в котельническом районе после столкновения ниссана и мерседеса погибли 55-летний водитель и 54-летний пассажир японского авто по факту смертельной аварии следователи проводят проверку в кирово-чипецком районе на втором километре дороги починок фатеева раиха в дтп попали субару и рено дастер помощь медиков потребовалась 59-летней пассажирки внедорожника в верхошижемском районе столкнулись три автомобиля мерседес логан и вас 11 модели за медицинской помощью обратились 22-летний водитель рено и 25-летняя пассажирка мерседеса в поселке уни 33-летний водитель датсуна наехал на 8-летнюю девочку школьница получила травмы еще одного пешехода сбили в кирове на улице ленина 55-летняя женщина переходила дорогу и на нее наехал 36-летний водитель ауди на место дтп вызывали бригаду скорой помощи сергей пичугин место происшествия владелец рено разыскивает хулигана в ушанке и форме похожий на военную вечером на улице производственной камера видеонаблюдения зафиксировала группу молодых людей один из них в зеленой форме разбежался из двух ног ударил припаркованный логан с места преступления вся компания скрылась и в итоге убежала в подъезд утром владелец рено обнаружил что разбита фара примерный ущерб составил 10 тысяч рублей в полицию водитель пока не заявил и надеется на мирное решение проблемы если вы узнали молодых людей на видео позвоните по телефону на экране мягко говоря не задалась кража мобильных телефонов у вора неудачника в торговом центре на улице комсомольской мужчина планировал похитить три смартфона но его поймали с поличным все подробности зафиксировали камеры видеонаблюдения мужчина в синей шапке делал вид что ожидает продавца но через пару минут он на полусогнутых прокрался на склад магазина вор вел себя странно он манерно и отрывисто осматривал помещение а потом нашел один телефон и спрятал его в карман затем другой и тоже засунул в карман а вот третий смартфон отправился в штаны но пробыл он там недолго похитителя заметил продавец орехов и начал снимать его на камеру мобильного телефона жулик испугался и телефон из штанов быстро оказался на диване убегать вор неудачник не стал очевидцем он попытался даже что-то объяснить но впоследствии выложил все телефоны и ушел с места происшествия полицию продавец вызывать не стало по словам девушки у злоумышленника были признаки наркоопьянения михаил вагин место происшествия прокуратура направила в суд дело против 30-летнего руководителя частного детского центра на улице урицкого елизавету еландскую обвинили в том что 10 августа прошлого года во время прогулки она не заметила как полуторагодовалый малыш ушел с детской площадки и оказался на проезжей части мальчика обнаружил проезжающий мимо автомобилист руководитель частного детского досугового центра допустила небрежные отношения к своим должностным обязанностям из-за ее невнимательности с территории детской площадки центра ушел полуторагодовалый ребенок он был обнаружен на проезжей части на улице урицкого в городе кирове мимо проезжающим автомобилистом действия обвиняемые квалифицированы по статье 238 уголовного кодекса россии дело будет рассматривать первомайский районный суд еландской грозит до 6 лет лишения свободы известно что женщина свою вину не отрицает и содействует следствию детский центр продолжает работать это уже не первый случай в кирове в ноябре 2022 года из центра на чапаева тоже ушел малыш тогда за такую невнимательность директор получила штраф 100 тысяч рублей и иск от родителей на 400 тысяч рублей а теперь топ народных видео на улице воровского при пристроении столкнулись с него и пола водитель внедорожника первым начал маневр из правого ряда сразу после него из левого ряда в средний сместился фальксваген зеркалу заднего вида как любимому человеку надо чаще уделять внимание трагическим исходом едва не обернулась опрометчивое решение водителя невы пойти на обгон автобуса лихач видел что встречное авто уже близко но все равно продолжил маневр из этой ситуации сильно испугались даже очевидцы на улице карла маркса водитель машины с камерой спас жизнь подростку мужчина вовремя заметил что школьники хотят перебежать дорогу в неположенном месте и нажал на клаксон хорошо что мальчик услышал и развернулся каким-то чудом удалось избежать аварии владельцу регистратора на улице сурикова он ехал в левом ряду как вдруг со двора выехала праворукая малолитражка водителю 5 баллов за реакцию и самообладание не успел ни на зеленый не на желтый сигнал светофора проскочить перекресток улиц горького и некрасова водитель киа пилот на белом седании так торопился что поехал на красный на красный промчал судьбу испытал и на этом у нас все с вас подписка и лайк с нас еще больше интересных видео роликов и новостей если вы сняли что-то интересное присылайте это видео нам вот наш номер 8 912 827 3302 ждем сообщения в телеграме а также в других мессенджерах и наша почта mpkerovsobakaimbox.ru будьте внимательны и осторожны до свидания